Летит самолет в Киев на матч футбольный 134-й Ту на борту команда «Пахтопор». Как вы помните, мы были старшие поколения, по рейсу подлете «Непродежинку». Произошло столкновение с другим самолетом, и этот самолет погиб. Все 189 человек на борту были, из них 17 команды «Пахтопор» погибло. Время было, конечно, еще такое застойное, но тем не менее история получила огромную огласку. Резонанс большой, ну в общем-то трагедия такая еще, и таких трагедий было в то время не очень много, можно сказать, совсем не было. Для расследования начались государственные комиссии алекционные, как всегда это бывает. То есть вылетает туда на место крушения представители завода-изготовителя, криминалисты, служба, значит, когда она называлась тогда КГБ, там следователи всякие, диспетчеры. Ну, целая команда на этом борту 154-го ТУЗа, значит, прибывает на место и работает. По окончании работы возвращение в Москву. Ну вот летят ночью, подлетая к Москве, обнаруживают гигантскую облачность. Выше, ниже, направо, налево, везде облачность. Лететь, например, в Питер нельзя, топлива не хватит. А садиться, хотя приборы работают, ну как, ну совсем мало повод, ну, посадочную полосу могут, значит, разглядеть. И, на самом деле, пилот принимает решение просто выжигать топливо, прожиться на аэродроме, может быть, что-то изменить. Вот круглый, скажем, повторяю, на борту профессионалы. Один другому говорит, посчитал что-то на бумажке, у нас осталось 7 минут. А другому отвечает, кто посчитал на бумажке, я, 5. То есть, вообще-то говоря, ситуация критическая. Они прекрасно понимают, все эти люди, что может быть через 5 минут. Причем они учитываются, там, скорость, там, ветер, там, недостаток топлива, ну, в общем, сейчас. Ну, проходит еще минута, и вдруг, я, ну, по курсу самолет, рядом с самолетом, и все это видят, возникает летающая тарелка, вот как мы себе представляем. Ну, мы же заклепки летные, условно говоря, да, то есть, это не металлическая конструкция. Размер ее ценит 150 метров, она летит рядом с самолетом. На порту у нее вдруг возникает такой светящийся прямоугольный экран, где написано «Follow me». А впереди по курсу этого тура образуется совершенно окношечка чистого неба, тоже прямоугольник, абсолютно в звездочке видны. Не задорываясь, пилот тут обглянулся, сели на последних каплях горючки. Сели, сидят, пилот выходит из кабины, ребята, ведь затаскают по комиссиям. Там один из членов комиссии говорит, а мне осталось служить один год. А другой говорит, слушайте, я только начал. А третий говорит, а у меня сейчас такое дело, такое дело ведь затаскают по комиссиям. Они там и висели, когда давайте договоримся, молчат. Они молчали 30-х с хвостиком. На 31-м году мне эту историю рассказал тот человек, который на порту сидел. Спасибо за внимание.